В день матча с медвежчиком в Уфу пришло настоящее бабье лето. Такая ясная погода оказалась как нельзя кстати, ведь игра с хорватским коллективом прошла под девизом «Зажигай рок!» и организаторы устроили настоящий праздник для болельщиков. Еще до начала встречи на площади перед Уфу-ареной зрители встречала целая колонна байкеров на легендарных мотоциклах «Харлей Дэвидсон», которые проехали по улицам города с флагами нашего клуба. Оказалось, что байкеры тоже любят хоккей, а некоторые еще и сами выходят на лед. У нас многие любители мотоциклов играют в хоккей, в любительский хоккей, в профессиональный хоккей, поэтому мы всегда поддерживаем, тем более нашу команду «Салатилайф». Приятные сюрпризы поджидали болельщиков и в фойе Уфу-арены, где впервые разместились мастера тату. Клиент у них нашелся достаточно быстро, а выбор татуировки в виде логотипа любимой команды выглядел очень символично. Я являюсь в болельщине фанат «Салатилайфа» и года два-три точно мечтал о такой татуировке. И в социальных сетях узнал то, что будет проводиться такая акция на Уфу-арене. Ну и понял, что это мой шанс наконец набить татуировку. Еще одно интересное нововведение болельщики увидели, а самое главное услышали уже во время матча. На месте, где по традиции располагалась группа поддержки нашего клуба, появилась уфимская рок-группа «Таймс». И на протяжении всей игры эти заводные ребята зажигали рок на арене. Безусловно, добавило настроение зрителям и символическое вбрасывание, которое произвел солист группы «Люмен» Рустем Булатов. Примечательно, что все члены известной уфимской рок-команды очень любят хоккей и внимательно следят за выступлениями юлаевцев. Мы с Денисом очень много следим за играми. Он в нашем коллективе самый главный болельщик хоккей «Салавата». Я, видимо, на втором месте, поэтому впечатления всегда только приятные от игр. И очень приятно сегодня находиться непосредственно на матче, а не смотреть по телевизору. А вам как, Денис, уфа-арена? Уфа-арена очень круто. Я всегда наслаждаюсь нашей родной площадкой. Я очень люблю как клуб, так и город и нашу команду. Заводные мелодии от группы «Таймс», видимо, чуть лучше зарядили гостей, которые и открыли счет голам в этом матче. Ответ уфимцы нашли быстро. Менее чем через две минуты Евгений Бодров выехал из угла площадки к воротам и эффектно разобрался с голкипером. А на экваторе стартового периода хозяева вышли вперед уже сами. Выбежавший со своей скамейки Кирилл Капризов отметился филигранным броском под перекладину 2-1. Вторая 20-минутка выдалась крайне интересной. Сначала «Медвежчак» дважды огорчил Николаса Сведверга, но еще до перерыва все тот же Капризов оформил дубль, а в третьем периоде и хет-трик, который стал для него первым в КХЛ. При счете 4-3 показалось, что победу уфимцы уже не упустят, но фатальная ошибка незадолго до конца. Основного времени привела к голу загородской команды. Овертайм прошел в бою до острых атаках и без забитых шайб, а все решилось в серии буллитов, где Юлаевцам пока не везет. Конечно, очень сложно выиграть, когда мы допускаем такие грубейшие ошибки за 5 минут до конца матча. Я не помню точно время, но где-то около этого. Поэтому я думаю, что это должно быть уроком. Полноценно порадовать болельщиков в этой домашней серии у Салавата не получилось. Впереди выездное турне по Сибири, которое, надеемся, окажется более продуктивным. Эдуард Хизбульн, Константин Данилов, Айнур Ибрагимов. Хоккейный клуб Салават Юлаев.